Кульсара Кулсымакова уже которую неделю не может договориться с соседями с пятого этажа. Она заменила все батареи в своей квартире, но из-за несговорчивости соседей не может поменять стояк в магистрали в собственной квартире и теперь вынуждена мерзнуть. Мы в пятером пошли на пятый этаж, разговаривали, но там говорят, нам не нужно, не нужно. Вообще, я считаю, нужно их отрезать, тогда нам тепло пойдет. Без замены стояка не стоит говорить о качественной тепле, заявляет Домком. Незговорчивую соседку уговаривает весь дом, но та ни в какую. Причина ее отказа по-человечески понятна. Когда требовалось отремонтировать крышу, то, по словам жительницы, никто из живущих на нижних этажах не сдал деньги на ремонт. Они сами не заменили стояк из-за этого проблемы. Мы все с соседями ходили, уговаривали их, но они не хотят. И вот поэтому из-за жалоб мы здесь все собрались. Обслуживающая теплосети 39-го дома ТООПРЕ заявляет, без замены стояка проблему не решить. Летом коммунальщики тестировали трубы. И сейчас тепло до элеватора подается с температурой 72 градуса. К элеватору тепло подходит. Если не заменить трубы, то эту проблему невозможно будет решить. Но эти трубы должны заменять сами жильцы. По поводу замены устаревших труб сотрудники Эмбишинского акимата постоянно говорят при встречах с населением. Но, несмотря на это, нередко жильцы так и не могут найти общий язык с несговорчивыми соседями. Если сами жильцы решат эту проблему, заменят все трубы, то, конечно же, тепло будет, и оно будет качественным. Все это должны решить сами жильцы. В Эмбишинском районе к централизованному теплу подсоединены 526 многоэтажных дома. И в большинстве из них трубы не меняли с советских времен. Если жители не придут к консенсусу, то проблемы не решить. Кстати, в таких случаях юристы советуют обращаться в суд.